Состояние окружающей среды города Саратова уже много лет не удовлетворяет не только местных жителей, но и гостей Поволжья. Стараясь спастись от выхлопных газов и дорожной пыли, горожане проводят свой досуг в городских парках и других зеленых зонах, находящихся в черте города. Здесь, по мнению саратовцев, можно отдохнуть и даже слегка оздоровиться. Проблема в том, что многими людьми рекреационные зоны, зона отдыха подразумевается, если все много зелени, много развлечений, то, соответственно, если озелененный участок, то и экологическая ситуация в этом, на этой территории благополучная, если много деревьев. Но на самом деле экологическая ситуация какой-либо территории складывается не только из ее озелененности, но еще и состояния экологии, химического состояния различных других компонентов. Например, воды, если есть там, например, пруды, почвы, естественно, она есть везде и многих других показателей. Не так давно саратовскими геологами было обнаружено загрязнение определенных участков земель в таких зонах отдыха, как горпарк и детский парк. После исследования грунтопарков было установлено нарушение предельно допустимой концентрации почвы тяжелыми металлами. Такое нарушение представляет собой угрозу жизни и здоровью горожан, ведь превышение в организме человека определенных микроэлементов может повлечь различные тяжелые заболевания. В первую очередь жертвами в этом случае могут стать дети, потому как, играясь в песочнице, они имеют непосредственный контакт с землей. Однако, по словам ученых, этого можно избежать. Существует огромное количество методов санации, то есть очистки почв. Но в первую очередь здесь один из самых таких действенных и лежащих на поверхности методов – это задернование. То есть создание, например, газонного покрытия на этой территории. То есть если мы почву с вами предотвратим от выдувания, то есть если она будет не открыта, а закрыта, например, газонным покрытием, то это во много раз снизит вероятность попадания тяжелых металлов из почвы в организм человека. Важно понимать, что любой метод очистки земель стоит денег, а это значит, что здоровье горожан полностью зависит от областного бюджета природоохранных органов. Однако, помимо сложностей с финансами, существуют и другие проблемы. Так, например, в современной геологии часто наблюдается ситуация вторичного загрязнения. То есть загрязнение окружающей среды, произошедшее 30-40, а может быть и 50 лет назад в результате функционирования какого-либо объекта промышленности. Загрязнение окружающей среды как наследство от существования завода есть, а нести ответственность большому счету некому. Эти земли передаются в государственную собственность. Естественно, государство само себе предъявлять какие-то претензии не будет, но очищать территорию, проводить санацию, рекультивацию необходимо. И отсутствие, скажем так, юридическим языком ответчика затрудняет данные процедуры. В избежание таких неразрешимых ситуаций, по словам геологов, необходимо регулярно исследовать почву и отслеживать эколого-химическое состояние грунта. Однако, вопреки определенным нормам, последние масштабные исследования в Саратовской области проводились 8 лет назад. Сегодня подобные исследования проводятся командой геологов из ГУ по собственной инициативе. Этим летом ученые на средства выигранного имя президентского гранта планируют проанализировать почву населенных пунктов Саратовского заводжья с целью оценки их экологического состояния. Но а нам остается надеяться, что дело не ограничится анализом и будут разработаны меры по восстановлению окружающей среды.